Всем добрый день! Сегодня будет видео тоже про одну очень интересную проблему. В 2020 году наше правительство Российской Федерации выделило огромное количество денег на развитие здравоохранения. На данный момент будет все брошено на укрепление первичного звена. Ну, наконец-то у нас будет замечательное крепкое первичное звено. Правда, я не особо понимаю, что это такое, но наконец-то оно у нас будет. Уже были попытки модернизации акушерско-гинекологической помощи, построены по всей стране отличные перинатальные центры. У нас в городе построен самый мощный перинатальный центр, это самый мощный из всех медицинских учреждений нашей области. Потому что он построен по современным стандартам, с прекрасными операционными, с прекрасными палатами, с огромным оснащением. То есть, огромная сумма денег ввалена туда. На самом деле, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны есть другая сторона медали. Это уменьшение количества акушерско-гинекологической помощи по районам. То есть, этот перинатальный центр, он высосал все резервы из районов и, соответственно, оказывает помощь только он. А остальные акушерско-гинекологические отделения, родильные дома по области гибнут. Ну, в принципе, вот такая обратная сторона. Потом были брошены деньги на создание сосудистых центров. У нас в больнице создан сосудистый центр. Ну, он функционирует, но изначально понятно, что это мёртворожденное дитя, потому что как туда клали пациентов, и они там были с тем же исходом, что было и до момента постройки этих центров. То же самое происходит сейчас, потому что в центрах нет ни ангиографа, ни проводится никаких оперативных вмешательств. Ну, теперь, наверное, будет то же самое с первичным звеном. В моём понимании первичное звено – это то, с чем впервые сталкивается пациент, когда он заболевает. К сожалению, в нашем случае это на самом деле не фельдшерско-акушерские пункты, это не фельдшера в районах, это даже не терапевты в районах. Это хирурги, это терапевты, это кардиологи, неврологи городских и центральных районных больниц, потому что первичная помощь оказывается именно здесь. Изначально сюда приезжают пациенты, и изначально врачи начинают бороться с их заболеваниями. Я могу говорить только про хирургию. И в этом видео мы посмотрим путь хирурга, который он проходит от школьной скамьи до того момента, когда он возьмёт скальпель и будет оказывать хирургическую помощь. Я сейчас даже не буду говорить про такие вещи, как поступление в ВУЗ, сдача единого государственного экзамена, получение целевого направления, без которого сейчас тоже сложно поступить в медицинскую академию. Допустим, молодой человек или девушка поступили. Первые три курса учатся на общих кафедрах. Это фармакология, это анатомия, это оперативная хирургия. Но первые три курса ещё более ничего. А потом наступает время, три года. Я, например, помню по своему обучению, навряд ли что-то изменилось. Я не говорю про все кафедры. В большинстве случаев это сидение и ожидание своего преподавателя, когда он придёт и сделает свои дела на работе. Это три года. Ну, наверное, просто три потраченных ни на что года. За шесть лет обучения в медицинской академии человек, который хочет быть специалистом, обязательно пойдёт работать. И студенты идут работать. Они идут работать в хирургические отделения, ну, если они хотят стать хирургом. Он будет работать постовой медсестрой, он будет работать в операционной, он будет ухаживать за больными, он будет ставить уколы, ставить капельницы, делать перевязки. В своё свободное время, кроме того, что он будет постоянно читать какую-то медицинскую литературу, он будет стоять за спиной у хирурга, смотреть робко на операции. И плюс на кафедре хирургии ему будут рассказывать про то, как он будет работать хирургом. Ну, по своему опыту, по опыту тех студентов, которые приходят к нам после обучения в медицинской академии, у меня создаётся впечатление, что, наверное, рассказывают на кафедрах хирургических болезней далеко не так, как это происходит на самом деле. Ну, наверное, до сих пор будут рассказывать про какие-то исторические методы обработки рук, про те инструменты, которые уже давно не используются, про методы стерилизации, которые уже ушли в историю. Никто не расскажет про новые лапароскопические операции, но вряд ли кто расскажет про методы плазменной стерилизации, которые, соответственно, сейчас существуют в стационарах. Ну, это мелочи, но очень жалко, что есть такой разрыв между настоящим, то, что происходит в медицине, в здравоохранении, и тем, чему обучают студентов. Вся наша беда в том, что половина преподавательского состава, в том числе и профессора, ну, именно по хирургии в высших учебных учреждениях, даже сами не имеют никакого представления о том, что сейчас происходит в здравоохранении. Мало того, большинство преподавателей по хирургии даже не держали хирургические инструменты в руках на настоящей операции. Но это реальность, и, к сожалению, так будет и было, и так есть на самом деле. Наступает такой момент, когда учёба в Государственной Академии Медицинской закончена, человек получает диплом, и ему нужно идти дальше, то есть он должен получить сертификат. Он должен получить сертификат специалиста по какой-то специальности. Ну, в нашем случае это хирургия. Тут есть очень интересный момент. Раньше сертификат можно было получить двумя путями. Это или интернатура, или ординатура. В интернатуру студент направлялся в обычную больницу, это или центральная районная, или городская больница, и проходил как бы практику, набирался опыта именно в хирургическом отделении, и он прикреплялся к этому отделению. Его в течение года обучали хирургической специальности, потом выдавался сертификат, и потом студент уже шёл на работу. Он уже сертифицированный специалист, он врач-хирург. Сейчас интернатуры нет. Сейчас только клиническая ординатура. Ординатура – это обучение на кафедре при Государственной медицинской академии. То есть каждый студент, закончивший медицинскую академию, идёт на кафедру и получает специальность и сертификат по хирургии там. На кафедре у него есть план занятий. То есть он занимается в одной больнице, он занимается в другой больнице, он занимается на различных циклах. Это занимает два года. Не всегда студент оказывается в той больнице, в которой он хочет. Не всегда студент даже находится в том отделении, чем бы он хотел заниматься. В итоге два года может иногда пройти просто зря. За два года обучения в ординатуре по хирургическим болезням мы должны пройти такие циклы, как микробиология, организация здравоохранения, педагогика, медицинская информатика и клиническо-лабораторная диагностика. Немаловажные такие циклы остаются, как травматология, ежемесячные курсы по онкологическим заболеваниям и по ожоговым болезням. Ну, соответственно, вы представляете, что после такого количества циклов из двух лет выпадает на хирургию, в которую пришел студент, времени, ну, несколько месяцев. И за это время он должен получить все практические навыки и потом выйти сертифицированным специалистом, человеком, который умеет оперировать. Ну, вам не кажется это странно, что некоторые люди после ординатуры даже не держат скальпель в руках? И вот, наконец-то, финал. Человек окончил ординатуру, он получил диплом, он врач-хирург. Что дальше? Он идет на работу. Хорошо повезло тем людям, которые за время прохождения ординатуры чему-то научились. У нас, поверьте, есть примеры, когда после прохождения ординатуры в нашем отделении люди уезжают работать и в район, и работают в городских больницах. И это уже не состоявшиеся хирурги, но хирурги, молодые хирурги, которые могут делать, могут оперировать, которые оперируют на уровне. Есть пример, когда человек уезжает в район, и он оперирует даже лучше, чем те специалисты, которые там проработали всю свою жизнь. Вот и неприятный сюрприз, который ждет молодого специалиста на рабочем месте. Это его первая зарплата. Раз. К сожалению, хирургам, которые проработали уже какое-то время в медицине, 10, 15, 20 лет, заработная плата будет совершенно другая. Это будут надбавки за стаж, это будут надбавки за категорию, это будут надбавки за вредность. Молодой человек, который пришел только что со свежим сертификатом, получит минимальную зарплату, которую вы даже не представляете, какая она будет. Это плохо. Потому что он учился 6 лет, он учился 2 года дополнительной в ординатуре, и он будет получать зарплату меньше, чем человек, который совершенно без образования продает сотовые телефоны в Евросети. Ну, наверное, это плохо. У хирурга будут первые неудачи. У хирурга будут первые, к сожалению, умершие пациенты не по его вине, а по вине того, что они болели тяжелой болезнью, которую, к сожалению, невозможно вылечить и пациента невозможно спасти. Он увидит лица родственников, которые попытаются обвинить в его в таком исходе. Он, может быть, даже если не совсем повезет, сходит в прокуратуру, в следственный комитет. Он будет там сидеть часами, доказывать и рассказывать, как все было на самом деле. А прокурор или следователь будут склонять к тому, что, ну, виноват-то он. Хотя на самом деле виновата болезнь, которая привела человека на больничную койку. Он будет смотреть на своих друзей, которые работают программистами, которые работают менеджерами, которые работают на какой-то другой специальности. И сразу же после прихода на работу получают результат, который в 10 раз больше, чем его результат. И подумает вот так вот молодой хирург и скажет, а оно этому не надо, и пойдет сидеть в поликлинике на частном приеме. Там он будет зарабатывать намного больше, но это уже совершенно другая история. Чтобы не быть голословным и чтобы никто не сказал, да вот вы там, что-то вы врете, у вас не может быть таких зарплат, вам там все повышают и повышают, по телевизору постоянно говорят. Вот лично мой договор. Договор трудовой, по которому я получаю заработную плату. Должностной оклад написан на этом договоре. Вот мой квиток за 4 экстренных дежурства по субботам за предыдущий месяц. 4 экстренных дежурства. Это суббота. Я пришел с утра и ушел в воскресенье. Мы работали всю ночь. Каждую субботу. 4 субботы в месяц. В квитке зарплата. И эта зарплата человека со стажем с категорией в должности заведующего отделением. Кто из молодых специалистов будет доволен этой зарплатой? Не подумайте, что все плохо. На самом деле, врачи не плачутся и, наверное, не должны плакаться. Потому что, если сравнивать с тем, что было раньше, я работал, ну, для меня, кажется, давно, но это было совсем недавно, еще 20 лет назад, работая медбратом в операционной, я, когда хирурги снимали перчатки с рук, мыл их, стерилизовал, сыпал тальком и складывал в бикс, чтобы использовать повторно. Я помню многоразовые шприцы, которые невозможно воткнуть через кожу пациента. Я даже помню, как стирали марлю и как больные приносили с собой постельное белье, ну и все, что нужно для операции. Поверьте, в здравоохранении сейчас не так все плохо, но хочется, чтобы было хотя бы капельку лучше, и тогда специалисты, которые идут в эту отрасль, будут в ней оставаться. Они будут разбредаться по другим работам в поисках заработной платы как средства для своего существования. На этом все. Всем удачи и пока. И заметьте, в сегодняшнем видео мы не говорили никакие фамилии, мы не рассказывали про конкретные кафедры. Просто вы думаете, что мы все наврали? Нет, на самом деле есть профессоры, которые не оперировали никогда. Они преподают хирургию. Есть анестезиологи, которые рассказывают, что они самые лучшие, и они всем анестезиологам показывают, как давать наркоз, а у самих руки трясутся при интубации так, что они не могут в рот интубационную трубку запихать. И самое главное, что есть врачи-хирурги, которые взяли ординатора и целый год вводят его на операции, чтобы он стоял рядом, не давая ему ни завязать ни одну нитку, ни разрезать ни одного сантиметра кожи у пациента. Только подумайте, вот эти люди, про которых я всех говорю, когда пройдет несколько лет, может быть 10, может 15, и когда вы приедете в больницу, кто вас будет лечить? Наверное, тот, кого вы научили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.